Йоу-йоу-йоу! Мир, чуваки! Всем мир! Но мы сделаем это. Есть такой замечательный паренёк, которому очень нравится группа Lowriders, которая давно, давным-давно как бы существует только в наших мечтах, но всегда готов ворваться на какой-то фест. Так, сет записи последнего альбома, он же Эпиха, Lowriders, это Seven Foot Turbo Diesel. Вот, пожалуйста, у Коли Снежко, по-моему, он валяется в магазине. Педали, гитары и так далее. Так, ну, что я могу сказать? Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы писали у Димы Атаулина на восходе. Были какие-то попытки собрать аналоговый тракт в виде усилителя каких-то примочек. Я помню, у него тогда была вся модельная линейка Shift Line, типа как выставочный образец. Было очень интересно всё это покрутить, потрогать, но, короче, не срослось, потому что была там череда студийных сессий с промежутком каким-то, один и тот же аппарат было трудно сделать. Мы писали, короче, всё, как ни странно, в софт. Я попробую, если Митя мне подскажет. Да, мы писали в УАТ, в Аполло. Просто вот он мне присылает прямо сейчас в Телеграме. Пресет. Simple Guitar Combo. Просто гитара, шнур, карта, плагин. Всё. Весь звук. Гитара была вот эта. Я когда-то продавал гитары в большом количестве. И, в принципе, когда играл в группах, у меня гитары долго не задерживались, потому что я играл на гитарах, которые продаю, либо просто хотел всегда разную какую-то. В общем, было непринципиально. Пока мне вот это вот не попало, это Yamaha SGRR Custom. Я про неё уже рассказывал. Краснушная вклейка. По-моему, их 300 штук всего выпустили в 81-83 годы. В принципе, что можно сказать? Просто качественно-качественно отобранная древесина. Идеальная сборка. Тут какие-то классические колки, ничего такого. Yamaha датчики. Пьезо-бридж. Ну, пьезо-сёдло. За счёт этого всё становится очень интересно. А так, из-за того, что она очень хорошо высушена, деревяха. Она лёгкая, практически вообще ничего не весит. Очень классно резонирует. Бертанов там. Короче, я её... Вот это единственная гитара, наверное, которая никогда у меня не меняется, потому что, ну, её, во-первых, очень сложно найти. Во-вторых, она действительно роскошно звучит. Вот, в принципе, на ней вроде мы и писали просто в карту. Да, звукан, кстати, прикольный получился. Дядя Митя, моё почтение. Так, что по педалям. Вот всё, что осталось из моих запасов. Соответственно, DL4 моденный. Шумодав. Акапулька Голд. Малека Эко. DD6. Клон Мойровский. Этого. Ну, вы поняли, короче. Октавер. Турбо-скример. Бигмаф. С байпасом. Вот тут выход сквозный. Первый астронавт. Оптическая тремоло с тапкой. И двойным ускорением можно нажать её, она в два раза быстрее будет. Вокальный дисторшн. Вокальный проц. Это имандра попеть. Не смог пройти мимо и не взять. Вторую призму. Потому что прикольные фильтры всякие. По гитарам что? Бас Вестминстер. Японский. Из фанеры. Присижн. С вот такими пепельницами моднейшими. Прикольный бас. Потом Парлор. От Корт. Чтобы поиграть у костра. Yamaha SS300. Чё-то там для тракториста. Короче. Это машина смерти. У неё тут суперзлые Тимарцио. И низкие толстые струны. Короче. Играть металл кожаный. Тяжёлые, блин. Как хрен знает что. Это три четверти Корт. Тоже классика. Люблю три четверти гитары. Потому что они маленькие и уютные. Это вот. Супер Ямаха Мечты. И бомж. Сквайр Афинити. Телек. Вот такой вот. Поиграть. Бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-б